12 февраля в Слониме запланирован концерт Виктора Калины. Известный автор и исполнитель побывал в нашем городе в эти дни, решая вопросы организации концерта. Мы встретились с Виктором в Центре культуры и отдыха. В Слоним один из самых благодарных городов. Возможно, потому что когда-то большая часть моего творчества была связана с вашим городом. И съемки здесь клипов и прочее, прочее, прочее. Я в вашем городе, если не каждый год, то раз в полтора года. Это криминально часто, это криминально много. Но это один из очень немногих городов Беларуси, где можно приехать, куда можно приехать раз в год. Сейчас это невероятно. Я обещаю, что я буду пореже приезжать. Как бы меня ни просили мои поклонники, здесь целый фан-клуб у меня существует. Я буквально год назад был в вашем городе с программой «Какое-то счастье жить». В этом году я написал шесть новых песен. И осенью будет очередной новый альбом. И одна из песен называется «Билет до Луны». Мне так понравилось само по себе название песни, что я решил сделать новую программу «Билет до Луны». Поэтому в этот раз прозвучит и новая песня, абсолютно новая. Если вот скажут, да, и мы уже были, и его смотрели, глядели, я вас уверяю. Пять новых песен в программе – это уже достаточно. Плюс ко всему прочему, по просьбе своих поклонников, которые очень любят мои песни из большого и дальнего прошлого, это не только песня «Старые друзья». Вот я выучил заново слова. Песня «За пацанов», песня «Ты как облако». Песни, которые были любимы и сейчас остаются любимыми очень многими моими поклонниками. И поэтому, конечно, я сделаю такой подарок. И, конечно, будут реанимированы, я бы так сказал, возможно, мои песни в том числе из прошлого. Поэтому у меня концерты проходят традиционно очень душевно, очень искренне. Может быть, я уже по три часа не работаю на сцене, но на полтора-два часика концерт обязательно. Серая свякоть, серое небо, серые лица, серые лужи, серый вокзал и холодная стужа, поезд угрюмы. Кому я здесь нужен? Было такое состояние, когда проводница, вот, унылый вагон, унылые лица, серые, вот, и хочется сбежать куда-нибудь, а лучше улететь на Луну. И билет дает проводнице, говорит, вам до Луны? Я у нее спрашиваю, не это надо, вам до Луны вам это надо. Ну вот, это надо послушать и посмотреть. По полной песню, она достаточно философская. Но если я вам все разжую, возможно, кому-то станет не совсем интересно. Я, написав ту песню, слетал мысленно в астральном теле на Луну, и никаких следов пребывания американцев я там не нашел. Я вообще не верю, что они там были. Я думаю, что это колоссальнейшая афера. Вот, и хорошо, что Советский Союз не поддался на ту аферу, а иначе развалился на лет 10 раньше еще. Люблю тебя, люблю тебя, люблю. Иди, высшая, мне крылья подарила. Ко мне любовью все преобрази. За все меня, за все меня простила. Чем ангелов на небе поразить. 90% моей репертура это песни о любви. О отношениях между мужчиной и женщиной. Отношения к дочери, дочка-доченька. Отношения к сыну, ты прости меня, сын. Ну и, конечно, к дружбе. И, конечно, немножечко патриотизма. Вот мой репертуар за эти годы претерпел огромнейшие изменения, как и моя сама жизнь по себе. Мне сейчас исполняется уже 52 года. Вот и 52 года на многие вещи, на многие вещи смотришь совершенно по-другому и совершенно сразу на других точек, нежели это было, допустим, там в 30 или даже в 40. Упасть и подняться Может, не каждый Быть просто счастливым Может, отважным Остать лицом к солнцу Не быть просто тем Всего-то секунды Всего-то мгновенья Знаете, если честно, я бы так не хотел быть активным в плане различных комментариев каких-то, в том числе и политических моментов. Но я человек с яркой, выраженной, гражданской позицией. Я не могу пройти мимо, если это меня просто колышет. И я не могу этим не поделиться. И поэтому, когда меня уже начинают уже называть общественным деятелем и так далее, я говорю, это капец моей карьере. Не хочу быть никаким общественным деятелем, я просто не могу мимо пройти вот этого, и все. Есть очень много людей и среди моих поклонников, и просто граждан, в том числе нашей страны, которым симпатичны люди, имеющие свою позицию. Знаете, как я уважаю Юрия Шевчука? Значительно больше Юрия Шевчука гражданина, я уважаю, нежели Юрия Шевчука артиста. Я на его песнях вырос. Но мне очень нравится, когда есть общественная... Знаете, как бы я не любил эти вот высказывания Макаревича. Как бы я... Я не согласен там с 90%, но я понимаю это его мнение. И я понимаю, когда о мнениях не спорят. Мы можем согласиться с ним или не согласиться. Из-за мнения Андрея Макаревича, вот мы можем просто не пойти к нему на концерт. Или можем наоборот прийти после этого мнения. У нас мнения много. Очень важно, чтобы мнение не рождало в нас агрессии. Не заставляло нас взять кол в руки, идти драться. Мнения не отстаивают в драке. Мнения отстаивают в разговоре. И нравится вам мнение мое. Просто не ходите вы ко мне ни на сайт, ни на мои концерты. А если вам, кроме моих песен, еще нравится моя гражданская позиция, вы ее принимаете. Ну, я счастлив вдвойне. Белым-белым снегом, голодом земным, Мое сердце вспыхнуло, как спичка. Пусть уже недолго, быть мне молодым, Я люблю, и это не привычка. Там, где меня принимают с первых нот, где не надо зал раскачивать в пол вечера, где не надо орать, как сумасшедший, где ваши ручки, где ваши ножки. Господи, ножки и ручки должны сами двигаться в такт музыки, настроению, состоянии. Вот чего я не люблю. Особенно не люблю лицемерие. Я не люблю, когда артист 20 или 30 раз в течение песни кричит. Я люблю вас, я люблю вас. Пой, хватит. Мы все поняли. Мы один раз услышали во время концерта, что ты наш любишь. Зачем песню красивую прерывать несколько раз в течение исполнения ее, чтобы сказать, что ты любишь наш город. Я не люблю лицемерие. Я не люблю, когда слишком много вот этого лицемерия. Я понимаю, что артисты во многом это лицедеи. Вот они и должны нравиться или сделать все, чтобы понравиться. Но как бы сделать так, чтобы это было искренне. Всему городу от меня очень душевный привет и моя большая надежда, что в этот раз город меня поддержит. Путались мысли, мешались чувства. Губам до луны, а мне это надо. Ангелам, а мне улыбнуться искусно. Тебе луны дам, будут рады. Субтитры сделал DimaTorzok